В конце стеклянной колбы длиной порядка 1 метра подведено напряжение от катушки румкорпа, импульса составляющая около 45 кВт, и один из концов колбы подсоединен к порвакуумному насосу. Проанализируем, как будет изменяться характер леющего разряда в колбе в зависимости от давления внутри билы. Включим откачку и подойдем напряжение. При давлении в порядке атмосферного разряд у меня возникает. Сейчас давление упало до нескольких десятков миллиметров дубного столба, и видим светящийся столб газа внутри полу. Вблизи катода, пикатодное свечение, отделенное от электрода темным пикатодным пространством, дальше промежуток, темный промежуток, и практически равномерно светящийся по всей длине круга анодный столб. Переплюсуем движение. С уменьшением давления в поле уменьшается длина анодного свечения, изменяется цвет свечения. От красной части спектра он переходит практически на весь видимый диапазон. И при очень внимательном наблюдении можно заметить начало зеленоватого свечения стенок трубки за счет электронной бомбардировки стенок, вылетающего из катода частиц. Вблизи катода видны волновые структуры свечения газа, так называемые страты, связанные с волнами ионизации в положительном анодном столбе. Субтитры создавал DimaTorzok